здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчики случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про дегу или чилийскую белку этот грызун симпатичной мордашкой обладает незаурядной шерсткой за что их часто недооценивают а зря это веселый компаньон и часто становится любителем всей семьи как правило их содержат в клетках аквариумах и даже вольерах но где бы вы не оборудовали ему место важно чтобы в нем были всевозможные развлекательные приспособления это могут быть лесенки канатики колеса для бега и так далее помните что дегу всю жизнь ведет себя как ребенок в качестве наполнителя можно использовать пилеты и древесную стружку а вот опилки и бумагу не стоит использовать она не подойдет строго запрещается использовать химикаты и хлорку для чистки клетки и оборудования поилку лучше всего использовать не пильную а кормушку керамическую как правило пластиковую кормушку быстро прогрызают что касается уход за шерсткой так тут все просто расчесывать ее не надо мыть купать дегу в воде вообще запрещено им ставят песочную ванну в которой дегу любят купаться очищая свою шерстку как шиншиллы для этого вам понадобится небольшая емкость и сам песок все это можно приобрести в зоомагазине песок почти всегда мелкий и с тальком в туалет дегу часто ходит в уголок но если разместить в клетке ванночку с туалетным наполнителем для кошек можно будет приучить ходить туда но не всегда важно чтобы дегу стачивал свои медные зубки в противном случае их придется периодически обрезать иначе весельчак может повредить себе язык и отказаться вовсе от еды что влечет за собой неминуемую гибель для стачивания зубов используют древесные палочки соляные и минеральные камни но не любая древесина подойдет помните что дегу очень социальное животное им требуется общение с хозяином посидеть на плече или в нагрудном кармане без общения не становятся недружелюбными диковатыми и у этих животных портится характер вследствие чего повышается риск заболеваний поэтому часто покупают пару особей или уделяют питомцу много времени при общении зэгу особенно при знакомстве говорите тихо успокаивающим голосом ведь это пугливое животное которое постепенно учится доверять человеку в течение нескольких недель знакомство лучше начинать с протянутой руки с лакомством не хватайте зверька спустя время дегу привыкает начинает кушать из руки вот тогда его можно начинать пробовать брать в руку теперь давайте поговорим немножко про кормление основным кормом этих грызунов является сена и свежая трава да эти чилийские белки травоядные животные специальные зерновые смеси для дегу с умеренным добавлением сушеных овощей которые продаются в зоомагазинах не все подходят не взять обязательно нужно смотреть на состав помните о том что далеко не каждая смесь для дегу действительно правильно сбалансирована о чем говорит часто изготовитель иногда в рацион включают злаковые сухари хлопья овсянки сушеный горох каждый день дегу должен взять примерно 50 грамм свежей пищи цветной капусты редьки моркови груши яблок салат и даже вареную картошку одуванчики крапиву можно использовать подорожник и так далее дегу достаточно легко разводится для этого просто нужна пара самец и самка больше вашего участия в разведении не требуется желательно заранее подготовить домик побольше грызуны будут рожать и откармливать молодняк размножаются эти грызуны два раза в год беременность длится 90 дней по 3-4 детеныша в помете но бывают уникальные случаи когда число детенышей доходит до 12 правда такое количество детенышей может покупно сказаться на матери даже во время родов и самочка может погибнуть молодняк обладает темной шерсткой при этом у малышей сразу открыты глаза за несколько дней до родов или сразу после родов самца отсаживают нет вы не подумайте что он их съест самцы дегу относятся к своим детям с душой дело тут в другом сразу после родов у самки начинается течка естественно самец не сможет устоять и покроет самку что достаточно плохо скажется на новорожденных и самой самки 30 дней детеныши дегу питаются молоком матери после одного полутора месяцев жизни малышей можно отлучать от матери примерно через два месяца дегу могут спариваться уже а то есть они уже становятся взрослые нормальный вес взрослого зверяка примерно 200-300 грамм продолжительность жизни белок 6-8 лет но это конечно же при достойном содержании у дегу также бывают болезни эти грызуны не отличаются крепким здоровьем от других грызунов довольно часто дегу болеют сахарным диабетом он развивается вследствие генетической предрасположенности которая выражается в недостатке инсулина дегу надо соблюдать диету отказаться от сладкого орехов жирной пищи большого объема овощей часто страдают от проблем с пищеварением это при этом грызун начинает неуклюже передвигаться по клетке и теряет интерес к играм причинами могут стать однообразное питание и недостаток меню богатого целлюлоза и сена бывают и простудные заболевания из-за сквозняков и холода в квартире признаки простуды сопли воспаленные глаза и чихание заметив их следует немедленно вести дегу к врачу не пугайтесь если вдруг ваш дегу потеряет хвостик точнее кисточку это бывает часто случается и так что дегу отгрызает его сам при этом открытую ранку нужно обработать помните о том что это нормальное явление минус в том что кисточка больше не отрастет чтоб избежать потерях кисточки желательно не трогать хвостик вообще бытует мнение что дегу обладает самым высоким среди грузунов интеллектом можно приучить отвлекаться на кличку и даже выучить команды возможно это и так но увы я не научил ни одной команде дегу если у вас есть дегу и он отвлекается на кличку обязательно напишите об этом комментариях а вот то что каждый отдельный взятый дегу имеет свой индивидуальный характер это точно важной особенностью является отсутствие стойкого запаха дегу потребляют мало воды и производит мало выделений выпускает его погулять по комнатам дома или квартиры необходимо под особой осторожностью и вниманием вашим вниманием как и на внимательное наблюдение почему потому что все абсолютно все ему нужно попробовать на зуб если вы хотите взять этого зверька для разведения то лучше всего будет взять одного самца и нескольких самочек при этом возраст стайки должен быть не более четырех месяцев если вы конечно не хотите увидеть бои и разборки на этом видео подходит концу я с вами не прощаюсь а говорю до свидания всего вам самого доброго до свидания